Энергия сотворения, что это? Давайте сегодня продолжим эту тему. Она является краеугольной в понимании всех процессов, которые происходят в вашей жизни, а также это основная энергия, которая позволит вам лучше управлять своими жизненными процессами, когда вы осознаете, что она присутствует в вашем теле, и вы являетесь управляющим звеном этой энергии, которая позволяет вам творить как положительные аспекты вашей жизни, так и отрицательные. Откуда приходит энергия сотворения в этот мир? Она приходит вместе с нами, с душой, которая материализуется в виде материального объекта, и энергия сотворения, она позволяет объединять дух, душу и тело. Таким образом появляетесь вы, сотворец, который находится на планете Земля, с целью познавания этого мира, накопления опыта, эволюции всех своих потенциалов и возможности применить на практике все ресурсы, которые присутствуют в этом теле, но в заниженных коэффициентах. То есть возможность реализации как негативных, так и положительных аспектов, она, так скажем, сведена к небольшим таким потерям, которые могут произойти, если человек неосознанно начнет применять эту энергию сотворения в непонятных разрушительных целях. Поэтому на таком небольшом примере, на таком полигоне под названием планета Земля мы можем с вами потеститься, осознать, понять все вот эти процессы, которые присутствуют в нас самих, и что мы вообще можем сделать в этом мире и каково его значение. Давайте попробуем разобраться на конкретном примере, каким образом происходит процесс сотворения. Наша душа это, предположим, тибетская чаша. Ее объем и качество компонентов, из которых она состоит, это те реоркорнации, которые претерпевала наша душа, эволюционировала, развивалась. И вот у нас есть определенный объем и форма данного сосуда. Это принимающий и излучающий предмет, так скажем. Она имеет сферическую форму, таким образом мы можем принимать божественную энергию сотворения. Если мы не рассматриваем душу как элемент нашей функционирования, эволюции, то есть наша чаша, душа, она как бы стоит на полке, мы ей не пользуемся, мы о ней не думаем. В принципе, мы никаким образом с ней не функционируем, ну, в проявленном виде. По мере того, как вы познаете себя, познаете окружающий мир, ваша чаша постепенно-постепенно начинает излучать звук. И вы слышите этот звук и начинаете задумываться об этом, познавать, изучать, погружаться в эти процессы. Тем самым вы начинаете обучаться, а что это такое и как я могу применить это в своей жизни. Так вот, это та самая энергия сотворения, которая позволяет вам, как материальному объекту, обладающими огромными потенциалами и возможностями в этом мире, творить как всеотец. Но в миниатюре. Чтобы вы постепенно познавали и ощущали всю ответственность за происходящие события вокруг вас, это очень важно помнить, что любые ваши действия имеют последствия, и это огромная ответственность. В качестве примера мы можем привести изготовление кружки, вазы из обычной глины. И вот вы задумывались о том, что вы хотите что-то материализовать в этом мире и взяли в качестве исходника обычную глину, сделали все необходимые при подготовке и начали создавать форму. Но перед этим вы в любом случае задумывались о том, какого формата, размера, объема будет создан этот сосуд. То есть, каким качеством он будет обладать, нанесете вы на него рисунок или нет, насколько она будет тяжелая или легкая. Таким образом, все вот это вы продумываете изначально, в самом начале. Это и есть предподготовка, сонастройка под реализацию данного процесса. И после этого ваши руки начинают творить. При помощи мыслей, образов вы создаете именно тот объект, исправляете, смотрите. Когда у вас что-то не получается, вы раз за разом обучаетесь. Тем самым, эта энергия сотворения через ваши руки реализует в этот мир реально существующий объект. При помощи энергии сотворения. Это самый минимальный простой пример работы данной энергии воплоти. Помимо всего прочего, вы можете материализовывать и создавать желаемые процессы в этом мире. То есть, для себя, для окружающего пространства, для своих близких. Вы можете проработать причинно-следственные связи или тот результат, который вы хотите увидеть в самом конце по отношению к процессам, которые происходят в этом мире. Вы хотите сделать свою жизнь более гармоничной, прекрасной. Поэтому вы каждый выходной выезжаете на природу, общаетесь с природой, отдыхаете и отключаете все средства коммуникации. Таким образом, погружаетесь в процесс ухода от всего этого всеобщего хаоса, энергии, колебаний, которые вас постоянно могут беспокоить. Таким образом, вы формируете намерение, желание и потом поехали и реализовали это на конкретном примере в виде конкретных действий. Это событие, которое вы запланировали изначально и реализовали его в своей жизни. Давайте подведем промежуточные итоги, что мы сегодня с вами узнали об энергии сотворения. Вы этой энергией сотворения можете пользоваться неосознанно, так скажем, не осознавая все тягостые, положительные и отрицательные, которые могут возникать при работе с этой энергией. Мы с вами рассмотрели, как происходит отток энергии сотворения в инфоповодах. Тем самым вы можете терять массу-массу своих ништяков, которые, в принципе, могли бы правильно распределить в своей жизни, так скажем, в окружающем пространстве, более осознанно по отношению к этой бесценной энергии, которой вы обладаете как носитель частицы всеотца внутри себя. Эта частица является ваша душа, она принимает и интегрирует в это реальное материальное пространство все ваши намерения, желания. Соответственно, здесь нужно понять, что сам процесс сотворения следует по следующим этапам. Сначала вы формируете намерение. Это мысль и образ, который присутствует, рождается у вас в голове, и вы его начинаете проживать. Вы закрываете глаза, и этот мысль и образ начинает оживать как в виде картинки, живой, подвижной, как совершенное событие по отношению к вашему намерению. Если речь идет о материальном объекте, в любом случае вы должны понимать, какими эмоциями вы будете обладать при получении данного объекта. То есть вы должны чувствовать эмоции, ощущение радости, каким образом данная вещь сделает вас счастливым или ваших близких сделает счастливым. Вот эти эмоции и ощущения вы должны проживать из раза в раз, как минимум по 15 минут каждого часа. В совокупность таким образом будет набегать около часа в день. Вы будете напитывать ваш мысль и образ конкретными, планомерными, фактически свершенными событиями. В ментале будет образовываться материализация данного объекта, либо событие, если вы его запланировали. И постепенно, постепенно, за счет своей энергии сотворения, вы будете транзитом направлять энергию все отца, направлять на реализацию данного намерения, либо события. И планомерно, двигаясь в одном и том же направлении, вы достигнете результата, который вы запланировали.